Раз, раз, раз. Все, все, хорошо слышно, да? То есть прибавлять, прибавлять ничего не надо. Замечательно. Значит, меня зовут Софья Малиновская. Я консультант 9%. Мама троих детей. Старше 8 лет, младшему 7 месяцев уже скоро. В среднем 2 года. Я хочу немножечко рассказать о себе, как я пришла в компанию. Первый раз я зарегистрировалась в 2007 году. Тогда было 4 шага стартовой программы, надо было пройти, я все прошла. Но, в общем, не поняв спонсора, я очень сильно обиделась, взяла и ушла. Я сказала, что я в Арифлейм больше не на бой. Потом у меня моя подруга, мой спонсор, зарегистрировалась тоже, когда было ребеночку 6 месяцев ее. И вот она меня долго донимала. Давай-да-давай. Я как раз тоже ходила беременна. Я говорю, нет, Надя, я не пойду в Арифлейм. Я говорю, буду тебя покупать, но я не буду регистрироваться. И потом, когда уже я родила, и было Костику, среднему сыну 6 месяцев, она меня пригласила на свое, ну, как на мероприятие, что она говорит, у меня нет приглашенных, а мне стыдно, я лидер группы, мне надо, чтобы кто-то был. И я пришла, ну, как бы, получилось, под шумок и зарегистрировалась. Ну, и подумала, ладно, пройду я стартовую программу, потому что я уже про нее знала, тем более я стала 6 шагов, а не 4, и очень интересные были, как бы, шаги. Пройду, соберу все свои подарки, и потом буду делать только заказы для себя. Ну, вот, для того, чтобы делать стартовую программу, каждый раз на 3 тысячи заказывать для себя, это, ну, шикарно, еще для дамы, которая сидит в декрете, поэтому я пошла искать клиентов. И вот, ну, пока я проходила стартовую программу, тем самым наработала свою клиентскую базу. Тогда летом было, я зарегистрировалась в апреле, летом, ну, как всегда бывает, что меньше идут заказы, но я выполнила условия, был, по-моему, акция Летний Экспресс, я выполнила, ну, все время была 100 баллов, и это был критерий, что как бизнес-класс это был, и я получила в подарок сумку Пума спортивную, классная сумка, в нее даже ноутбук вмещается, очень удобно мне с ней ходить. Вот, а потом, вот, начала потихонечку приглашать, а потом я, когда стала уже, вот, забеременела Лешкой, мне Наталья предложила приглашать людей, то есть строить бизнес, и помогала мне проводить презентации, и до того, как родить Лешу, я вышла на 9%, но потом, когда родила, ну, делала заказы, и вот как раз тоже был Летний Экспресс в это лето, я, я выполнила критерии семейного класса, то есть я делала по 45 баллов заказы, я получила Утюг в подарок, вот, и вот, тоже Наталья снова предложила свою помощь, и с его помощью я снова утвердилась на 9%, ну, конечно, останавливаться я на этом не собираюсь, помирить свои силы, возможности, я буду расти дальше, вот. Еще, пользуясь случаем, я хотела бы вас всех присутствующих поздравить с наступившим Новым годом и приближающимся Рождеством. Хочу пожелать вам и вашим близким счастья, добра, здоровья и исполнения всех ваших желаний. Помните, что, что все мечты, они сбываются, сует только захотеть, а с Арифлейм это сделать еще, еще проще, вот. И теперь я приступлю к теме, спасибо за аплодисменты, и теперь я приступлю к своей теме, про супчик. Значит, суп это вообще, ну, вот, как бы, даже вот у нас, у россиян, да, мы без супа не можем, без щей, борщей, ну, надо, чтобы было на обед у нас и первое, и второе, да. Обязательно в рационе каждого, и кто вообще предпочитает свой образ жизни. Вот, и теперь нам станет питаться еще проще, потому что у нас появилась новиночка, суп Natural Balance. Он идет 100% натуральный, вкусный, полезный, в любое время дня для отличного самочувствия. Ну, конечно же, суп для нас это, да, вот это обеденное блюдо. Ну, в принципе, если кто-то там в офисе не успевает покушать, можно и вечером перекусить супчиком, особенно в холодное время года. И, значит, хотелось бы сказать, да, Лешка помогает, аха, в кавычках. Значит, новые супы от Reflame, еще вот такую нашла информацию, они запускают механизм образования фермента пепсина, способного активно расщеплять белок, что крайне важно при слабой секреции желез желудка. Вот, надо понимать, что вот этот суп, да, от Reflame, он не является аналогом концентрированных супов из ближайшего супермаркета, потому что там очень большие дозы соли, консервантов всяких, этих глутаматов, натрия, в общем, всех, ну, в общем, всякой чепухи этой химической, вот, дабы замаскировать там неприятный запах от каких-то, от некачественного сырья. Вот, новая Wellness линейка супов, это полное отсутствие красителей, усилителей вкуса, нейтрализаторов кислотности и прочей химии. Значит, супчики были разработаны в научно-исследовательском центре Wellness в Агилёсе. Значит, они очень удобны в приготовлении, всего за одну минуту горячий супчик готов. Ну, единственное, что надо потратить время с кипятителями. Значит, особая рецептура супов на Chal Balance на 100% состоит из натуральных ингредиентов. Оно содержит маложирное масло рапса, обогащена протеином и клетчаткой. Не содержит глютен, а глютен – это всем известный аллерген, да, ну, бывает непереносимость глютена, это вот, ну, это злаковое, в злаки входит. Значит, не содержит он глютен, лактозу, искусственные красители и консерванты. Благодаря такому составу супы снижают чувство голода и тягу к перекусам, придают энергию, повышают концентрацию, а также помогают контролировать вес. Я бы вот хотела сказать о своем впечатлении, о дегустации. Мы как-то вот с Натальей Лукьянин, которая в офисе, и нас Наталья Небзорова угостила супчиком. И мне понравилось, он такой густоватый, чувствуется какие-то даже там частички, ну, овощей. Много зелени, пряный такой, ну, вот, был томатный с базиликом. Я бы добавила еще сметанки, так как я человек, которому похудеть не надо, я бы добавила вот что-нибудь жирненькое, или сметаны, или сливок, ну, такого. Вот, еще сегодня смотрела на форуме нашим, ну, вот, независимых консультантов. Многие, ну, как, предлагают добавить туда сухариков. Да-да-да, сухариков. Вот, ну, конечно, многие там противятся, что это будет более калорийное, но, в принципе, для того человека, который просто хочет съесть вкусный, полезный суп, но не преследует цель похудения, сухарики, я считаю, что можно добавить. Можно добавить сухарики из цельнозернового хлеба, и вообще будет супер. Вот. Потом еще, значит, такая вот информация. Я сейчас зачитаю, что написал Тикстен, профессор, который эти все продукты и разрабатывал. Значит, правильное соотношение оптимального количества, необходимых для организма питательных веществ и минимального количества калорий в рационе является одним из важнейших факторов для поддержания здоровья и долголетия. Скажем больше, растет число исследований научных учреждений, доказывающих, что белки растительного происхождения в долгосрочной перспективе являются более здоровой пищей, чем белки животного происхождения. Высокое содержание белка в супах Natural Balance обеспечивается с тремя растительными компонентами – белками горошка, соей и картофеля. В этой комбинации они дают организму необходимый набор аминокислот. Рецептура супов, как источник полноценного растительного белка, была разработана и протестирована в Эгиросе. Вот, в общем, три составляющих. И я бы хотела вам зачитать в состав. Гороховый протеин, соевый протеин, томатный порошок, фруктоза, кукурузный крахмал, соль, натуральный ароматизатор, картофельный протеин, клепчатка, инулин. Вот этот инулин, он, кстати, идет еще и входит в состав, ну, вот я как мамочка знаю, состав молочных смесей, кашек. То есть, это ничего вредного в этом нет. Рапсовое масло, базилик, лимонная кислота, краситель и перец. Краситель тут идет натуральный, это экстракт паприки. Вы все, когда готовите, да, если вы добавляете паприку, она дает красноватый оттенок вашим блюдам. То есть, и тут так же. В общем, очень вкусный, питательный и ароматный продукт. Очень хорошо согревает в мороз. Причем мы пробовали по маленькой чашечке, там, наверное, 100-граммовая чашка была, хотя, ну, как бы, рецептура, да, на 220 мл надо. Я насытилась, хотя я, ну, сказать по правде, я обжора, я люблю много поесть, но мне вот этой маленькой чашечке, мне хватило насытиться. Довольно-таки сытный этот суп. Значит, действительно дает сытость, дает согрев изнутри и очень полезный, потому что в томатах содержится вещество ликопин, а тут томаты идут уже термически обработанные, и именно в таких томатах содержится вещество ликопин, которое борется с раковыми клетками. Вот. А про спаржевый супчик тоже прочитала на Олифоруме, и там многие, ну, мнения разделились, кому-то нравится, кому-то нет, но там пишут, что он идет с кусочками спаржи, и кто-то написал, что похож чем-то на гороховый суп. То есть, ну, большинство мнений всем не понравилось, но на томатный суп в основном все за. Ну, как бы, говорят, что очень всем сильно понравился. Вот. Значит, приготовить можно добавить 2 столовые ложки в 220 мл кипящей горячей воды, или горячей, горячей или кипящей, и тщательно размешать. Дать поставить, то есть, в течение 15 минут его можно употреблять. Потом его полезные и вкусовые качества, они просто-напросто теряются. Вот. Еще что хотелось бы сказать про спаржу, что она является признанным деликатесом, и она богата витамином К, железом, и с полевой кислотой, что полезно очень для нашего икори. Вот. И еще хотелось бы вот такой момент сказать, что супы, как wellness продукты, стали доступны не так давно. Сама технология выделения 100% натуральных ингредиентов для приготовления заваривания кипятком появилась в конце 2010 года. И с этого момента компания начала всестороннее тестирование супов, как возможных wellness продуктов в Арифлейм. Тем более, что в 2011 году у двух конкурентов в этой категории уже появились wellness супы. Мало того, пробный запуск продаж показал высокую цену.